Директор Центра муниципальных закупок Одинцовского района пояснил, что временная задержка с выдачей питания беременным женщинам и кормящим матерям была вызвана подачей жалобы одним из поставщиков Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области. Жалоба была признана необоснованной, соответственно затянулась эта процедура. В настоящий момент по решению УФАС Московской области внесены необходимые изменения, которые они сочли нужными в техническое задание и в течение апреля месяца конкурентным способом будет проведена данная закупка. Чтобы не было вот этой задержки, мы решили вопрос, заключили договор с единственным поставщиком как раз на апрель месяц, пока у нас идет конкурентная процедура, аукцион. И в апреле она будет проведена и, соответственно, заключены контракты на основании аукциона. Получение детского питания является весомой поддержкой для молодых семей. Мария Почевалова, мама двухлетней малышки, отметила, что такая помощь просто необходима. И на то есть свои причины. Я думаю сейчас, когда ребенку уже исполнилось два года, эта помощь не просто весома, она просто необходима, потому что после полутора лет мама перестает получать выплаты. Выплаты равняются 50 рублям за месяц. Поэтому питание, которое выдается, для меня хорошая поддержка. Пусть это будет не очень большая сумма, приходится все равно что-то докупать самостоятельно, но сэкономленные деньги можно пустить, например, на новое платье ребенку. Всего по Одинцовскому району питание полагается более чем для 7,5 тысяч человек. Из 29 пунктов выдачи 5 расположены на территории города. Остальные находятся в других поселениях. В перечень продукции входит молоко питьевое пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное, консервы на фруктовой, овощной и мясной основах, сок яблочный восстановленный, соки фруктовые и фруктово-овощные, молочные сухие каши и смеси. А также продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка. Как отмечают молодые мамочки, продукция высокого качества и является привычной для их малышей, что и сами дети подтвердили, не успев отъехать на своем транспорте от пункта выдачи детского питания. Если ребенок привык пить одно и то же молоко или есть одно и то же пюре, то, соответственно, когда ты вводишь новый продукт, может возникнуть аллергическая реакция. Это у каждого ребенка. И вводить его нужно аккуратно и постепенно. Ну, это то же самое, как начинать 7 месяцев прикармливать ребенка. Поэтому, если он ест одно и то же пюре, то он и должен его одно и то же пюре есть. Необходимую информацию можно получить в отделе по жилищным субсидиям и социальным вопросам администрации Одинцовского района по телефону 8 495 593 33 31. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.